96 новоселов в Краснообске получили ключи от долгожданных квартир. Люди должны были въехать еще 6 лет назад, но застройщик не выполнил обещания. Работы на объекте остановили. И дольщикам пришлось не только объединять усилия, но и привлекать к решению проблемы власти и прокуратуру. Сергей Толмачев продолжит тему. Здесь общая комната. Вот здесь будет кухонная зона. А здесь комната. Сегодня Валентина Владимировна готовит свою квартиру к ремонту. Этого момента она ждала очень долго. Деньги вложила еще когда рели котлован под дом. Миллион за приличную студию в хорошем месте это казалось удачной сделкой. Но потом работы на стройке прекратили. Мы сначала первая, когда у них была задержка с дачи, с нами заключили дополнительное соглашение по новым срокам. Потом ни соглашений, ни звонков, ничего нет. Сначала дольщики надеялись. У застройщика временные трудности. И скоро работа на площадке вновь закипит. Но когда поняли, что рассчитывать можно только на себя, встретились и решили собрать недостающие деньги. Около 15 миллионов. С документацией, а это очень большая бумажная работа, помогли специалисты областного Минстроя. Приняли решение о том, что мы готовы финансировать завершение строительства. Для этого мы привлекли подрядчика, который ранее нам подготовил смету, с которой мы ознакомились. Также был утвержден график работ. Ну и вот с марта 2020 года начали завершение строительства этого дома. И закончили меньше, чем за год. Теперь каждому предстоит еще возвести внутри квартиры перегородки из гипсобетона. Об этом тоже договорились сразу. Носить струематериалы пока придется вот так, по лестнице. Лифты в этом доме есть, они в исправном техническом состоянии. Но сами жильцы приняли решение их не эксплуатировать до тех пор, пока все не закончат ремонт. Судьба прежнего застройщика тоже вырисовывается довольно четко. Ну, во-первых, это банкротство было введено, процедура. Это у него уже несколько площадок еще в Берске, две площадки есть у этого застройщика. Здесь, в Краснолупске, две площадки. В отношении его фирмы банкротное дело ведется сейчас. Мы хорошо этот дом удачно вырвали из банкротства. Ну и плюс уголовное дело, потому что он брал деньги у людей и результаты не обеспечил. И оставил еще одну головную боль в наследство, пока дольщики не могут оформить право собственности на свои квартиры. Конкурсный управляющий говорит, эту проблему можно решить несколькими законными способами. Один из которых – обращение в арбитражный суд. Все юридические процедуры займут несколько недель. Удрин Новоселов это уже совсем небольшой срок. Сергей Толмачев, Алексей Баженов. Новости ОТС.